Можем ли мы праздновать Рождество? 26 декабря 1991 года. Добрый вечер! Приятно снова быть с вами. Я надеюсь, что у вас были хорошие каникулы. Впереди еще больше. Во вторник кто-то спросил меня, нормально ли это праздновать Рождество. Смех. Я ответил. Вы имеете в виду, что вам нужно мое разрешение? Если у вас есть что спросить, поступайте как вам угодно. В конце концов, кто задает вопрос подобный этому? Вы должны помнить, что ваше тело – это не вы. И ваше тело мотивируется кармой. Так что ваше тело будет делать все то, для чего оно пришло на эту землю. Тем не менее, оно не имеет абсолютно ничего общего с вами. Никогда не думайте «Я должен сделать то» или «Я должен сделать это». Будучи нерешительно, возбивайте с толку те силы, которые будут вести вас к правильным действиям, для выполнения которых вы сюда пришли. Другими словами, вы не должны думать о том, что произойдет завтра, послезавтра или еще через день. Все само позаботится о себе. В этой вселенной нет ничего, что хочет причинить вам вред. Вы должны иметь доверие, верить в то, что все сработает. Все должно сработать, потому что есть только истинное «Я», которое превыше объяснений. Тем не менее, это абсолютная реальность, чистое осознавание. Это то, что вы есть на самом деле. Бог, нирвана, все хорошо. Никогда не было ничего плохого и никогда не будет ничего плохого. Большинству людей тяжело это понять. Тем не менее, вы должны начать верить и думать, что нечто привело вас на эту землю и заставляет вас верить, что вы человеческое существо. Вы человеческое существо? Есть ли нечто ли, что привело вас на эту землю? Откуда вы пришли? Кто вы? Выясните это. Мы говорили про «Я-мысль». Мысль называется «Я». В течение двух или трех лет я объяснял большинству из вас, что «Я-мысль» — это не вы. Все ваши проблемы, все ваши тревоги, все ваши страхи, все ваши угнетенные состояния — привязаны к «Я-мысли». Именно «Я-мысль» приносит путаницу в вашу жизнь, потому что вы отождествляете себя с «Я-мыслью» вместо того, чтобы отождествлять себя с «Истинным Я». Некоторые из нас до сих пор не понимают этого. Вопрос, который мне задавали, был таков. «Я-мысль» — это на самом деле болезнь, нехватка, подделка. То почему же такие люди, как Рамана Махарши, Рамакришна, Иисус и другие, так тяжко страдали? От рака, от того, что их прибивали гвоздями к кресту. Они были самореализованы. Так почему же они так страдали? Кто может мне это сказать? Кто может ответить на этот вопрос? Они не страдали. Только думают, что они страдали. Вы на правильном пути. Страдает «Я-мысль», с которой вы себя отождествляете. И ваша «Я-мысль» видит, как эти люди страдают. Это видите не вы, а «Я-мысль». Вы понимаете? Пока вы думаете, что вы — это «Я», то видите «Я» в каждом. Если вы видите себя как человеческое существо, как «Я», проходящее через все виды переживаний, то вы также видите, как «Я», «Фред», «Мэри» — все на этой земле проходят через свои переживания. И кажется, что они проходят через переживания, подобные вашим. Когда «Я-мысль» растворяется, когда она боли не существует для вас, тогда вы не увидите страданий. Вы не увидите хорошего или плохого. Когда я говорю, что вы не увидите, то я имею в виду, что через ваше духовное «Я» вы не увидите ничего плохого во Вселенной. Вы увидите только совершенство. Тем не менее, может показаться, что тело видит несколько с другой стороны. То, что видит большинство людей. Но это как рисунки на школьной доске. Они приходят и уходят. И не имеют для вас никакого смысла. Поэтому всегда помните, что именно ваша «Я-мысль» видит все, что происходит в жизни. У вас с этим нет ничего общего. Если вы видите страдающего человека, то делайте все возможное, чтобы облегчить его страдания. Помочь – это ваша обязанность. Тем не менее, вы должны всегда осознавать, что это только «Я-мысль». Это просто наложение на истинное «Я», которое не имеет ни силы, ни сущности, ни жизни. Оно фальшиво, как сновидение. Как возникает «Я-мысль»? «Я-мысль» никогда не возникала. Она кажется возникшей, подобно воде в мираже, подобно голубизне неба, хотя на самом деле оно не голубое. Это подобно видимости змеи и веревки. Выходит, это происходит не от ошибочного отождествления сознания с телом-умом? Нет, это не так. Это длинная сказка, которая не существует. Это сама простота. «Я-мысль» никогда не существовала. Вам ни от чего не нужно избавляться и ни с чем не нужно бороться. Если бы «Я-мысль» действительно существовала, то для того, чтобы освободиться от нее, вам пришлось бы пройти через периоды медитации, периоды садханы. Вы должны были бы выполнить множество практик и раскаяться. Но так как «Я-мысль» не существовала и не существует сегодня или прямо сейчас, то все, что вам действительно нужно сделать, это пробудиться. Вы просто должны пробудиться, слушая эти слова, приходя на сатсанг, читая транскрипты. Когда я говорю о ее мысли, то говорю о лжи. Но все же это единственный способ для того, чтобы объяснить ситуацию, которую, как вам кажется, вы переживаете. Но, Роберт, почему эта видимость настолько сильна, что миллионы людей введены ей в заблуждение? Потому что миллионы людей переживают маю. Они переживают великую иллюзию, которая даже не существует. На самом деле, никто ни через что не проходит. Если что-то засело у вас в уме, то оно всегда кажется реальным. По какой-то причине кажется, что мы родились. И мы проходим через переживания, а затем умираем. Но мы никогда не рождались. Мы не проходим ни через какие переживания. Мы никогда не умираем. Абсолютно ничего не происходит. Если я мысль подобна сновидению, если джняни – это вечно пробужденный человек, который не может быть сновидением, это означает, что джняни – вечно пробужден, а сновидений никогда не было? Нет сновидения. Каждый человек – джняни. Все пробуждены. Но некоторые из нас отказываются признать это. Мы предпочитаем продолжать видеть сны или играть. Тогда, если мы и все, что вокруг нас – это все наше сознание, то получается, что мы играем во что-то вроде игры в прятки, в бюро находок. Правда. Мы приходим к тому, что мы есть то, что мы не есть. Да, но даже это ложно. Это все притворство? Потому что нас нет здесь даже для того, чтобы притворяться. Я могу заверить вас в этом. Нет никого, кто бы играл в какие-то игры. Никого, кто бы притворился. Абсолютно ничего не происходит. Зачем тогда нужно пробуждение, если мы все пробуждены и просто не знаем об этом? Потому что я сижу здесь. Вы сидите там, и мы обсуждаем это. Но откуда же тогда пришла иллюзия необходимости пробуждения? Она не приходит ниоткуда, потому что никогда не было необходимости в пробуждении. Тогда мы сегодня могли бы пойти в боулинг. Смех. Конечно. И это то, о чем я говорил вначале, когда кто-то спросил меня, должен ли он праздновать Рождество. Что мне с этим делать? Если вы чувствуете, что хотите праздновать, празднуйте. Если нет, то нет. Если говорить о Рождестве, как о дне рождения другого джиняне, то не будет ли это более значимым праздником, чем любой другой? Но в конце концов, кто переживает это? Кто празднует день рождения другого джиняне? Есть только один джиняне. Ни два, ни три, ни четыре. Других нет. Существует только один. Таким образом, кто и что празднует? Мы празднуем день рождения кого-то, кого мы называем джиняне. Почему бы нам не праздновать наш день рождения, как джиняне? Но хорошо, вы говорите, я не такой продвинутый, как именно этот человек. Почему вы так говорите? Почему вы думаете, что вы не такой? Потому что джиняне знает, что он пробужденный. Вот в чем отличие. Это ваше отличие. Знайте, что вы пробужденный. Почему вы хотите знать, пробужден ли кто-то другой? Забудьте обо всех остальных. Посмотрите на себя. То, что вы видите в себе, вы будете видеть во всех остальных. Вы один, и нет никаких других. И это слишком радикально. Ум не хочет принимать это. Вы знаете, что вы можете сделать с вашим умом, не так ли? Смех. Не сказал бы вслух в приличном обществе. Это чертовски просто. Слишком просто. Вот оно что. Именно так. Мы хотим, чтобы это было очень сложным. Мы хотим погрузиться в различные догмы. Мы хотим погрузиться в разные учения. Мы хотим читать книги. Мы хотим путешествовать и знакомиться с мастерами. Мы хотим делать все эти вещи. В то время, как все, что мы должны сделать, это сесть там, где мы есть, и пробудиться. Итак, Роберт, когда реализовано я, я есть, а также реализована полная ничегошность внешних проявлений, почему продолжают сохраняться какие-то внешние проявления, отличные от совершенства? Потому что, когда у вас есть самореализация, как вы ее называете, вы видите совершенство и несовершенство, как две стороны одной медали. мы говорим о совершенстве и мы говорим о человеческом совершенстве. Все человеческое совершенство должно будет испытать переживание несовершенства. Мы должны выйти за пределы их обоих. Тогда мы оказываемся совершенно в другой области, где нет совершенства и нет несовершенства. И это самое трудное для понимания. Природа духовного существа – это духовное совершенство, не так ли? Что вы подразумеваете под духовным совершенством? Я не знаю. Это просто мы говорим о чистоте, невинности и полной целостности, духовной целостности. И с таким сознанием превратится ли это в то, что мы называем человеческим совершенством или человеческой целостностью. Эта беда большинства учений не веешь. Мы пытаемся изменить плохое на хорошее. И я считаю это серьезной ошибкой большинства из нас. Нам не нужно сменить плохое на хорошее, потому что эта Вселенная построена на двойственности. Вселенная функционирует за счет двойственности. И двойственность означает, что вы должны переживать и то, и другое. Поэтому по мере того, как вы проходите через превратности жизни, вы испытываете хорошие времена и вы испытываете плохие времена. Если в этой жизни вы все время переживаете хорошие времена, только человеческую доброту, то вам придется пройти через другую планету и вернуться обратно, чтобы испытать все с обратной стороны. Единственный способ освободиться, это избавиться от своей человечности. Полностью отказаться от своей человечности. Стать не человеком. Только тогда вы станете свободны. Но до тех пор вы пытаетесь сделать больное тело целостным. До тех пор вы пытаетесь сделать бедного человека богатым. Подавленного человека счастливым. Но это только на время. это будет работать только некоторое время. Если вы обратились к учению Иисуса, то знаете, что Он исцелил много людей. Но сколько из них остались исцеленными, мы не знаем. Даже Иисус сказал грешнику, «Иди более не греши, или худшая судьба постигнет тебя». Под грехом Он имел в виду следующее. «Не думай, как ты думал, не живи, как ты жил, не верь в то, во что верил, или ты вернешься обратно к тому, от чего я тебя излечил». И, конечно, большинство из этих людей не поняли, о чем Он говорил. Так что многие из них вернулись к тому заболеванию, которое у них было раньше. Мы должны понимать, что мы не пытаемся улучшить нашу человечность. Нам нужно избавиться от нашей человечности. Когда мы превосходим пределы тела, то получается совершенно новая игра, потому что это тело будет проходить через эти переживания. Вот почему нам лишь казалось, что такие люди, как Рамана Махарши, Рамакришна и Иисус страдали. Разве не были они самореализованными? Тогда почему они проходили через эти переживания? Моя собственная вера исходит из того, что я думаю, будто Иисус сознательно выбрал распятие лишь для того, чтобы показать, что в этом мире ничто, включая смерть, не имеет никакой власти над Ним. И Он смог выйти за рамки всего, потому что Он сознавал одну силу и одно истинное Я. Как вы сказали, это превзошло все в этом мире. Но казалось лишь, что Он страдал. Да, казалось, Он явился и казалось, что Он страдает. Эта истина касается также и нас. Выглядеть это может так, будто у нас есть проблемы. Тем не менее, кто испытывает эти проблемы? Ум, эго, но не вы. За свою жизнь у вас никогда не было проблем. Абсолютно ничего не происходит в вашей жизни. Но как только вы отождестваетесь с проблемой, как это делает большинство людей, тогда вы беспокоитесь из-за нее, вы волнуетесь из-за нее, вы идете к экстрасенсам, вы идете к целителям, вы идете только к одному человеку, то к другому, пытаясь избавиться от своей проблемы. Это безумие, это посмешище, потому что вы будете проходить через те проблемы, через которые вы должны пройти, и даже если вы исцедитесь от проблемы, то лишь на некоторое время, ибо маятник должен качнуться назад. Поэтому не тратьте свое время, работая с экстрасенсами, углубляясь в область психологии, или пытаясь получить исцеление. Вместо этого работайте над вашей собственной трансцендентностью. Работайте над вашим собственным преобразованием. Полностью освободитесь от телесных переживаний. Тогда тело будет делать то, что оно должно делать, но вы будете в безопасности. Потому что вы это не тело. Вы абсолютная реальность, естественное чистое осознавание. вот что вы такое прямо сейчас. Пытаясь думать об этом, вы испортите это. Если вы в состоянии прямо в это мгновение понять, что вы чистое осознавание, то тогда вы будете чистым осознаванием. Но вы позволяете своему уму думать и рассказывать вам истории, и через ваш ум продолжают проходить мысли. Вы становитесь очень человеческими и проходите через человеческие переживания. Но человеческие переживания не существует. Ваше тело, ваш ум, ваше эго не существует. Мир, Вселенная, Бог не существует. Вы это абсолютное ничто. Я знаю, когда я говорю, что вы ничто, это звучит страшновато для некоторых людей, потому что они считают, что когда они ничто, тогда они пребывают в забвении. Вы снова думаете о своем теле. Ничто не означает объект. Вы не объект, известный вашему уму. Вы за пределами всего, что можете понять. Вот почему я говорю, чтобы вы могли отпустить, вы должны иметь веру и доверие. Если у вас нет веры и доверия, то все, что вы видите в мире, будет влиять на вас. Вы будете бояться отпустить все ваши переживания, потому что понятия не имеете, где вы окажетесь или что случится с вами. Однако во всей этой вселенной или любом другом месте абсолютно нечего бояться. Если вы отпустите, то будете полностью свободны, полностью пробуждены. Это то, что я имею вину, говоря вам, чтобы вы пробудились. Пробудитесь сейчас. Я имею вину, отпустите всю путаницу всех предвзятых идей, всего концептуального мышления. Отпустите все. Ничего с вами не случится. Для многих людей это трудно. Поскольку это Рождество, мы поговорим немного об Иисусе. Вы помните историю о Никодиме? Это был очень богатый фарисей, который боялся следовать учению Иисуса. Он много раз ходил к нему, но боялся следовать наставлениям Иисуса, потому что владел землей, домами, скотом, овцами. Но все же он хотел того, что мог ему приложить Иисус, ибо он понял, что стареет и скоро умрет. Он хотел знать истину. Он не хотел, чтобы его друзья и его люди видели его рядом с Иисусом. Поэтому он пошел навстречу темной ночью и сказал, «Учитель, что я должен сделать, чтобы увидеть Царство Небесное? Это означало, что нужно сделать, чтобы стать самореализованным, пробудиться». Но Иисус знал его и понимал, что в этой жизни ему было невозможно принять это учение и стать свободным. Поэтому он посмотрел на Никодима и сказал, «Ты должен раздать бедным все, чем ты владеешь, и следовать за мной». Для Никодима это было слишком. Как гласит история, он ушел и больше никогда не приходил сну. Теперь посмотрите на свою жизнь. От чего вы боитесь отказаться? Иисус на самом деле не имел в виду, что вы должны раздать все бедным. Он имел в виду, что нужно отдать все в своем уме и стать простым. Бедный человек не владеет ничем, поэтому ему, как правило, не о чем беспокоиться, кроме как о том, чтобы разбогатеть. Таким образом, Иисус имел в виду, вы должны мысленно отпустить все мысли, чувства и эмоции, которые привязывают вас к этому миру и всему вашему имуществу. Но Никодим не мог этого сделать, он не мог отпустить. Так что вы видите, что на самом деле вы не должны отдать все свое имущество. Все это делается мысленно. Вы должны мысленно отказаться от всего в этом мире. Слушай это, постарайтесь снова вспомнить о том, что вы не имеете абсолютно ничего общего с вашим телом. Ваше тело отвергает это, а не вы. Вам нечего отвергать. Как только вы начинаете отпускать все ваши мысли, ваши чувства, ваши эмоции, мирские вещи, вы начинаете достигать счастья, покоя и любви, которые исходят не от мира сего. Вы становитесь свободными. И помните, что ваше тело будет делать то, для чего оно сюда пришло. Никогда не забывайте, что это лишь видимость. Вы будете проходить через переживания, через которые должны пройти. Они не имеют абсолютно ничего общего с вами. Это то, что я имею в виду, когда говорю, отпустите. Забудьте о себе. Не думайте, что вам чего-то нужно достичь. Если вы способны понимать только как человеческое существо, то в вашей жизни все для вас было запланировано. Все для вас было запланировано, когда вы родились. Вся ваша жизнь условлена и предопределена. Если вы только сумеете вспомнить, как вы проходили через ваше так называемое мытарство, проблемы, ситуации, все это было запланировано заранее. Точный день, когда вы оставите свое тело, уже запланирован. будете ли вы богаты или бедны, счастливы или грустны, больны или здоровы, все эти вещи были запланированы. Поэтому о чем же вам тогда волноваться? О чем вам беспокоиться? За что воевать, о чего бояться? Разве теперь вы не видите, что вовлекаясь во все то, во что вовлечено большинство людей, вы лишь еще глубже затягиваете сами себя в маю, в иллюзию, в замешательство. Я чувствую мое участие, мое позитивное, радостное участие в процессе. У меня есть сильное чувство, что у меня есть долг по отношению к этому. Это иллюзия? Кто это я, у которого есть это? Вы говорите, у меня есть это. Что является источником этого я? Я должен тратить каждый момент бодрствования на исследование вместо того, чтобы участвовать? Да, если вы должны, то вы также будете и участвовать. Однако у вас не будет чувства деятеля. Если вам полагается участвовать в жизни, то так и будет. Проводя свое время в вопрошении «Кто я?» или «Кому это я пришло?» что является его источником? Вы найдете счастье и радость просто таким, какой вы есть. Тем не менее, ваше тело будет принимать участие, если оно должно принимать участие. Но вы не будете иметь с этим ничего общего. Когда вы говорите, что вы не деятель, другими словами, это означает, что сила, на которую вы ссылаетесь, делает так, что все происходит правильно, поэтому мы ничего не делаем. Это правильно? Правильно. Нет абсолютно ничего, над чем у вас, как у эго, есть власть. Это все шутка. Вы сердитесь, вы становитесь счастливы, вы стремитесь к тому, вы стремитесь к этому, вы думаете, вы выполняете что-то, вы думаете, что у вас есть обязанности, которые нужно выполнять. все эти мысли исходят из вашего ума. И даже мысли предопределены. И мысли предопределены. Все предопределено. Вот почему я говорю, что единственная свобода, которая у вас есть, это не реагировать на ваши мысли. Пусть мысли приходят, пусть они уходят, пусть они делают то, что хотят, но не реагируйте на свои мысли. Я думал, что реакции это мысли. Реакции это мысли, когда вы реагируете. Тогда они являются частью ваших мыслей. Вот почему я говорю, не реагируйте. Оставьте ваши мысли сами по себе. Свидетельствование это не мысль, это не действие. Это не действие. Это просто восприятие. Правильно. Роберт, если все предопределено, то кто предопределяет? Никто. Все предопределено до тех пор, пока вы считаете, что вы человек. Пока вы уверены, что вы это тело. Но когда вы выходите за пределы тела, тогда никто ни в чем не предопределен. Вот почему прежде я говорил, что карма не существует. Реинкарнация не существует. Ничего не существует. Никто ничего не предопределяет. Тогда почему мы делаем разные вещи? Почему мы пробуждаемся и почему мы сидим здесь, интересуясь, что произошло с нами? Почему это отличается? Люди разные? Потому что это то, что вы выбрали. Это то, что вы делаете. Это то, что вы хотите делать. И это так выглядит. На самом же деле вы ничего не делаете. Но это не так. Я не делала выбор быть восточной девушкой, а вы, ребята, не делали выбор быть западными людьми. Кто выбирает, кем мне родиться, западным человеком или восточным? Не я выбирала это. Когда вы верите в то, что есть тело, тогда есть также и душа. Есть еще много различных планов существования. Все они часть заблуждений. Поэтому то, что происходит с большинством людей, появляется до того, как вы пришли на эту землю. На астральном плане вы делаете выбор вернуться туда, где вы сейчас находитесь и пройти через эти переживания. Потому что вы верите, что вам нужно это сделать, чтобы раскрыться. Но я говорю, отпустите все это думание. Не думайте обо всех этих вещах, а лучше спросите себя, кто я, откуда приходит это я, который в это верит, каков источник этой веры. И это я мысль. И когда вы добираетесь к источнику, тогда вы становитесь истинным я, вы становитесь чистым сознанием, тогда это сновидение будет закончено, и не будет астрального плана, не будет реинкарнации, не будет ничего. Выходит, психические и астральные сферы являются частью маи или иллюзии? Они все часть маи. Таким образом, нет никакой необходимости барахтаться в психических сферах, чтобы развиваться. Абсолютно никакой. Некоторые из этих дуалистических убеждений вы уничтожаете все, что только можно утверждать. Вы говорите, что это иллюзия. Я надеюсь, что это так. Смех. Не имеет ли какого-то значения традиционное верование? Как по мне, идея кармы была полезной. Некоторые идеи были полезны. И я считаю, что под вашим скальпелем я остался ни с чем. Я не имею личности, чтобы перейти на следующее место. Так что у меня остались лишь разрушенные убеждения, но нет никакой притягательности в этом сухом месте, которое вы изобразили, которое есть ничто. Почему вы озабочены этим? Потому что я хочу быть за пределами боли и страданий этого существования, которое испытываю. Тогда давайте идти, идти внутрь, выяснять, кто этот я, который страдает, кто проходит через все это. И это действие, которое вы рекомендуете делать. Это действие, которое вы делаете, чтобы стать свободными. Действие заключается в дуализме? Действие заключается в дуализме. Вы должны делать двойственные вещи до тех пор, пока выполняете практику. Так вы признаете, что есть некоторые дуалистические действия или мысли, имеющие некоторые условные значения? Некоторые люди должны использовать свой ум, чтобы уничтожить свой ум. Легче говорить о пробуждении. Я говорю, пробудитесь и забудьте все это. Но если вы хотите путать, спорить и аргументировать, я нет, но это сильная привычка. Тогда точно так же вы должны практиковать. До того момента, пока нам это не надоест. До того момента, когда сильная привычка растает, растворится, и вы станете свободны. Я также думаю, что ваша концепция о том, что ничто является сухим и скучным, на самом деле не соответствует тому, что говорит Роберт, потому что он просто говорит, что вы не вещь, не объект, который может быть постигнут умом, но сознание, которое есть блаженство и счастье. И это концепция, хотя, как я понимаю, в конце концов, мы должны отпустить все. все. Все это действительно концепция. Она выходит за пределы этого. Когда мы сидим здесь, я использую много слов, чтобы вы поняли, что это место, где все хорошо, и вам ничего не требуется, ничего не происходит, и все разворачивается как следует. Но вы мне не верите, поэтому мы говорим о всех этих других вещах. Мы проходим реинкарнацию, карму, потому что всегда имеем в виду наше тело. Мы чувствуем свое тело, мы чувствуем наши переживания. Поэтому у вас должен быть метод, путь, который вы можете использовать, потому что вы активный человек. Вы не можете просто замолчать и успокоиться, ваш ум очень активен. Следовательно, вы можете использовать свой активный ум, чтобы он сам уничтожил себя. Путем вопрошения «Кто я?» Путем вопрошения «Что является источником я?» «Откуда оно взялось?» «Кто дал ему рождение?» Пребывая в этом «Я», вы будете следовать за ним к источнику и «Я» раствориться в абсолютном сознании. Сад Чита Нанди в Пара Брахмани. Таким образом, это дает активному человеку возможность что-то делать, ибо он не может пробыть даже десяти минут без мыслей, приходящих ему на ум. Поэтому, если он обращает своему внутрь и практикует вещи, подобные самовопрошанию, что-то начнет задаваться, и вы будете сидеть в безмолвии. Само исследование это единственный способ привести вас в безмолвии. Таким образом, вы сможете сидеть так, чтобы мысли не обстреливали вас со всех сторон. Так вы можете сидеть без слов. Найдете радость и покой. Посмотрите, каков ваш ум. Вы не просидите минуты, как начнете болтать. Вам любопытно это, и вам любопытно то. Вот почему вы должны спросить себя, кому приходят эти мысли, кто думает эти мысли. Каждый раз, когда к вам приходят мысли, спрашивайте, кому приходят эти мысли, почему мысли приходят ко мне, кому еще. Я выдумал эти мысли, у меня есть опасения, разочарования, кажется, что у меня есть проблемы. Но ловите себя на том, что вы говорите. Говорите ли вы, что Я имеет проблемы, а не вы? Не вы, но Я. Поэтому каков же источник Я? Поскольку вы пребываете в Я и следуете за ним к источнику, то придете к выводу, что существует только источник. И что это за источник? Тишина. И даже когда я говорю вам это, некоторые из вас думают, хорошо, если я это буду делать, то кто же будет в доме хозяином? Кто будет заботиться о бизнесе? Кто будет заботиться о моем доме? Я вам скажу еще раз, вы будете. И вы лучше позаботитесь об этих вещах, чем когда-либо прежде. У вас будет больше мудрости для того, чтобы знать, что делать. Когда вы не будете беспокоиться или опасаться чего-то, тогда в игру будут вступать свойства, противоположные страху и беспокойству. У вас будут хорошие идеи, вы будете обладать мудростью, будете знать, что делать, как добиваться успеха в своей жизни. Когда вы знаете, что вы не деятель. Поэтому я говорю, вы не должны волноваться или беспокоиться, что если я сяду и буду думать, кто я, все пойдет к черту в ад. Но вы и так уже в аду, веря, что вы это тело. И это ад. Избавьтесь от этой веры. Если у вас есть возможность прийти на сатсанка сидеть без мыслей, то это лучшее, что вы вообще можете сделать. Но если вы сидите здесь и мысли приходят в ваш ум, то это все портит. Хорошие то мысли или плохие не имеют никакой разницы. Вам нужно выйти за пределы мышления. Вам нужно пробудиться. Единственный способ, с помощью которого вы можете пробудиться, это перестать думать. Вот почему я всегда говорю, не верьте мне, выясните все для себя сами. Исследуйте себя, выясните, кто вы есть. Вы не должны верить ни одному слову из того, что я говорю. Вы просто должны практиковать или пробудиться, сидя в тишине, а затем вы все будете знать сами. Но если вы позволите себе запутаться в мыслях и идеях ума, в объективном мире, то тогда будет казаться, что вы испытываете карму, реинкарнацию, различные планы существования. Все это сон, и этого не существует. Вы яркие и сияющие. Вы окончательное единство, чистое осознавание. Почему бы вам не пребывать в своей реальной природе? Вы никогда не знаете, что физически случится с вами, если продолжаете зависеть от этого мира. Люди стремятся к успеху, они стремятся владеть вещами, они хотят иметь дома все больше и все лучше, они хотят доказать, что чего-то достигли. Тем не менее, вы можете завтра идти по улице, где вас собьет автомобиль и вы умрете. Так что же хорошего было во всем этом стремлении, в борьбе за существование и выживание? И даже даже если этого не произойдет, сколько еще лет у вас есть на этой планете? Если считать с человеческой точки зрения, сколько еще лет вам осталось? Если вы должны умереть, то что было сутью вашего существования? Всю свою жизнь вы работали, стремились, боролись за успех, вы пробовали совершать что-то, вы накопили все виды вещей, и затем вы должны умереть и оставить все это позади. Уже одно это должно дать вам намек, что мир является миражом. Мир это плохой сон. Избавьтесь от мира, не реагируйте на мир, не боритесь с миром, не пытайтесь выиграть никакие битвы, не отвергайте, не принимайте, просто будьте самими собой, просто такими, какие вы сейчас есть. Ни больными, ни здоровыми, ни богатыми, ни бедными, ни счастливыми, ни грустными. Вы это не объекты, вы это ничто. Придерживайтесь этого пути. Ежедневно наблюдая за собой, вы также сможете сказать, прогрессируете ли вы. Например, вчера было Рождество. Были ли вы полностью вовлечены в этот праздник, и забыли ли вы о своем истинном Я? И забыли ли вы, что вы не деятель? Вовлеклись ли вы в семейные и дружеские отношения? И не заставил ли вас Дух Рождества забыть о своем истинном Я? Что вы? Это истинное Я, вечное, озаренное, никогда не рождающееся, никогда не умирающее? Или же вы полностью погрузились в Рождество? Вот что я имею в виду, когда говорю, что не имеет значения, хотите вы праздновать Рождество или нет? Чтобы вы понимали, что все это делает ваше тело, но вы это не ваше тело, вы всегда однонаправлены, вы всегда думаете об истинном Я, абсолютной реальности, и пусть тело делает то, что оно хочет. Вот как должно быть каждый день. Когда вы занимаетесь своим бизнесом, идете в банк, на работу, в ванную комнату, едите, что бы вы ни делали, помните, что вы это не тело. Держите это на заднем плане своего ума. Наблюдайте, как ваше тело делает все эти вещи без вашей помощи. Например, я поднимаю бокал, чтобы выпить. Кто это сделал? тело. Какое тело? Несуществующее тело. Вы видите несуществующее тело? Смех. Я пытаюсь сказать, что это не имеет никакой разницы. Не пытайтесь анализировать или понять это. Когда я говорю не реагировать на это, то я имею ввиду, что нужно стать спокойными. Не говорите, что вы не реагируете на что-то. Говоря, что вы не реагируете на что-то, вы реагируете на это. Вы реагируете, считая, что вы не реагируете. Вы понимаете, что я имею ввиду? Когда вы видите, что что-то происходит, будьте свидетелем. Не верьте, что есть вы, который что-то делает, и не верьте, что есть вы, который ничего не делает. И то, и другое неправильно. Это ошибка считать, что есть ничто или что есть что-то. У меня есть проблема со свидетелем, потому что с психической точки зрения я много времени был не полностью здесь. Быть свидетелем – это не то, чтобы убегать от ситуации. Но на определенном психологическом уровне я бегу от жизни. И когда я пытаюсь найти свидетеля, я иногда брожу как нечто меньшее, чем то, чем я хочу быть. Я не использую правильно состояние свидетеля, потому что у меня происходит диссоциация, за счет чего образуется психологически безопасное место, которое я создал для себя. И поэтому я немного испугался, когда вы сказали, что нужно просто свидетельствовать. Меня это пугает, потому что я боюсь настоящего момента. Вот почему я прежде говорил вам, что по этой причине вы должны спросить себя, кто верит в это, для кого приходят эти чувства и мысли. Следуйте за ними до конца. Они приходят ко мне. Я чувствую страх. Я чувствую таким образом. Кто этот «я», кто чувствует это? Должен ли я выполнять это в разгар деятельности? Да. А если это опасная деятельность, в то время как я… Да. Идя по натянутому канату, одновременно играя на музыкальном инструменте? Да. Когда нужно полностью сосредоточиться. В это же время я должен держать в уме, кто делает это? Именно. И вы увидите, что вы выполняете ваши действия лучше, чем когда-либо выполняли их прежде. То, что вы говорите, это выполнимо? Да. Потому что вы убрали ум от объекта. Поэтому вы будете работать с объектом более эффективно. Ибо вы больше не связаны с объектом. Это и есть освобождение от деятеля, как говорит этот человек. И это полное освобождение от деятеля. Деятель больше не существует? Когда вы продолжаете сосредотачиваться на «кто я», тогда вы больше не деятель. Потому что вы спрашиваете деятеля, вы спрашиваете истинный «я». Но это делается так, как это должно быть сделано. Тем не менее, ваше тело автоматически выполнит все то, для чего оно сюда пришло. Запомните, что несуществующее тело кажется подчиняющимся законам кармы. Поэтому владыка кармы будет заботиться о функциях вашего тела и о ваших потребностях, пока вы не пробудитесь к тому, что нет никаких потребностей, нет кармы и нет тела. Это становится парадоксальным, когда вы начинаете обсуждать это таким образом. Но, тем не менее, это единственный способ говорить об этом. Тело существует только до тех пор, пока вы думаете о теле. Но когда вы возвысили свои мысли и вышли за их пределы, тогда будет казаться, что тело делает то, что оно делает, но вы не делаете ничего. Нет никого, кто бы что-то делал. Тело находится в уме? Тело – это ум. Когда нет ума, тогда нет тела. Я знаю, что когда я говорю об этом, то это звучит слегка абсурдно. Но давайте вернемся к вашей ситуации с натянутым канатом. Представьте, что вы идете по канату. Пока вы уверены, что вы – это тело, вы должны быть осторожны. Вы должны следить за тем, как вы идете, думать о том, как не упасть и все такое прочее. Но когда вы переходите в другое состояние, когда вы знаете, что вы – это не тело, тогда по канату идет никто, которого не существует. Но другие люди будут смотреть на вас так, будто это вы идете по канату. Потому что они видят себя. Они видят тело. И между шагами свидетельствовать, что мы идем по канату, зная, что мы не деятель. В действительности нет никакого между. Все это происходит в одно и то же время. Если вы стали осознавать, что вы – не тело, то не осталось никого, чтобы свидетельствовать. Это так, если вы полностью пробуждены. Но я говорю о том состоянии, в котором находится большинство из нас. Что может быть промежуточным шагом свидетельствования? Разве свидетельствование предназначено не именно для пробуждения? Свидетельствование нужно для того, чтобы удерживать свой ум в состоянии покоя. Чтобы сделать ваш ум однонаправленным. Чтобы вы могли умолкнуть и пробудиться. Но если мы смотрим на различные промежуточные шаги, то все осложняем. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы не было никаких шагов, а просто было пробуждение. Вот и все. И если мы не можем этого сделать, то должны сделать все, что нам следует сделать, чтобы добраться до этого места. Не думая об этом слишком много. Вот почему очень многие из нас настолько сильно впутались в эту процедуру. Так вовлеклись в игру, пытаясь быть свидетелем или пытаясь практиковать самоисследование. Не фиксируйте своем на этих вещах, но делайте их как бы попутно, не думая о них. Если вы делаете их, не думая о них, тогда тот, кто думает, будет полностью уничтожен. И тот, кто думает, исчезнет. Но еще раз, истина в том, что когда вы смотрите на ситуацию, то там есть тело и ум, который наблюдает за ситуацией. Но когда джняни смотрят на ситуацию, то джняни видят истинное «я». Так же он видит и ситуацию, но как истинное «я». Немного запутанно, не так ли? Если это возвращает нас к тому, что вы утверждали сначала... Джей, откуда вы пришли? Смех. Да, откуда вы пришли? Кто ты? Да, нам нужно приклеиться к реальности. Реальность в том, что ничего не происходит. Никто ничего не делает. Когда вы говорите, «Ладно, это сплошной вздор, потому что я делаю много чего», подумайте о состоянии сновидения. В состоянии сна всегда кажется, что вы что-то делаете. Но просыпаясь, вы прекрасно знаете, что во сне вы не делали абсолютно ничего. Итак, почему так трудно смотреть на этот мир таким же образом? Почему вы не допускаете, что этот мир – это сновидение, и не заканчиваете с ним полностью? Проколите этот мыльный пузырь. Но вы настойчиво утверждаете, что этот мир является сновидением, и не знаете об этом. Получается, что это система убеждений, состоящая в том, что это все, что в действительности есть, и нет веры ни во что другое. Я полностью обусловлен этим физическим миром. Мои мысли – это все, что есть. Это все, что я знаю. Разве вы не говорили, просто отпустите это? Я говорю, чтобы вы смотрели на это, как если бы вы были во сне. Вы отпускаете сновидение. Представьте, что мы все находимся во сне, и все мы сидим здесь, как сейчас. Так же, как мы сидим здесь, прямо сейчас. И мы задаем все эти вопросы. Мы проходим через все это развитие событий. Мы интересуемся, сможем ли мы когда-нибудь пробудиться. Я говорю вам, когда вы пробудитесь, то узнаете, что пробудились, и что все это сон. И вы не верите мне. Но даже если вы не верите мне, то вы просыпаетесь, и все исчезает. Вы находитесь в бодрствующем состоянии. Сновидение ушло. Точно так же, пробудившись из этого состояния, вы будете в состоянии абсолютной реальности, где ничего не происходит. Тем не менее, вы существуете, как истинное «Я». И вся Вселенная находится внутри вас. Поэтому, когда у вас есть проблемы с обучением, подумайте о состоянии сновидений. Вы пробудитесь, потому что вы человек, пребывающий в сновидении. Не беспокойтесь о чьем-то еще пробуждении. Это ваше сновидение. Все люди в вашем сне – это ваш сон. «Если это страшный сон, то мы хотим проснуться, но если это хороший сон, то нам не хочется просыпаться». Нет никакой разницы. Вы все еще пробуждаетесь. И пробуждение заставляет вас осознать, что не было страшного сна, что это реально, и что не было хорошего сна, что это реально. И то, и то – это обман, подделка. И то, и то – не существует. Это так и в том мире. Вещи, которые кажутся ужасными, не существует. И вещи, которые кажутся приятными, не существует. Они – часть смертельного сновидения. Поэтому пробудитесь и будьте свободны. Роберт, когда вы говорите, что все существует внутри вас, то это, конечно, означает того вас, которым вы являетесь на самом деле. Это не существует в вас, как эго. Это существует в вас в виде того, что вы всегда есть, в виде сознания. Правильно, сознание. Сознание в этом случае подобно школьной доске. Все это написано на нем. Все образы мира и Вселенной. Получается, что вся Вселенная находится внутри вас, так же, как изображение на доске. Но вы свободны от всего. Вы полная свобода. Тогда изображение также существует из-за вас. Изображение существует, потому что существуете вы. Но вы не можете сказать, что вы изображение? Нет. Вы – Брахман. Вы есть то, на чем они написаны. Как они появляются на том, на чем они написаны? Вы – абсолютная реальность, а изображение – это наложение. Как так получается, что изображение выходит на первое место? Они этого никогда не делали. Они кажутся не имеющим значения. Они не имеют никакого значения. Все это не имеет значения. Весь этот разговор не имеет значения. В прошлый четверг я затронул пару вопросов. Первый – никакое количество кармы или того, что мы называем деятельностью или работой, не может привести к реализации. Второй – что Мухаммед имел в виду, когда сказал своим людям не делать его изображений? Причем у меня явное ощущение, что вы хотели, чтобы я выяснил это сам. Конечно, потому что вы всегда озабочены Мухаммедом, Иисусом и всеми остальными. Оставьте их в покое. Выясните, кто вы. Иисус, Мухаммед – это ваши собственные мысли. Да, но я могу учиться у этих ребят. Вы можете учиться у этих ребят, но вы должны, наконец, учиться у себя. И самому быть авторитетом для себя. Точно. Бросьте их всех на свалку. В том числе и себя самого. Они не имеют никакого значения. Бросьте себя на свалку тоже. Надеюсь, я могу учиться у них так же, как я сижу здесь и учусь у вас. Но вы должны избавиться от идеи, что вы учитесь у кого-то. Нечего изучать? Мы здесь вместе только для того, чтобы приятно провести время. Чтобы разделить просад, шутить и развлекаться. И в процессе этого вся ваша карма будет съедена. Затем все исчезнет, и вы пробудетесь. Так что не думайте, что вы должны научиться у меня или у кого-то еще. Потому что мы уже знаем. Конечно, все внутри вас. Роберт, вы говорили о преданности и вере. Мне кажется, что эти две вещи привязаны к одному – к любви. Преданность и вера привязаны к любви? Да. Если вам так нравится, то да. Преданность, вера, любовь – все это одно и то же. Но мы говорим не о человеческой любви, человеческой преданности или человеческой вере. Мы говорим об отпускании. О том, чтобы стать совершенно свободными. То, как вы описали действия джняни, временами они такие. То, что он делает, это автоматически, спонтанно и успешно. Как будто те вещи, которые кажутся выполняемыми джняни, будут успешными в мирском смысле, в глазах так называемого человеческого существа. Но не обязательно. Опять мы пытаемся обсудить, что есть джняни. Джняни – это не объект. Он не имеет абсолютно ничего общего ни с успехом, ни с неуспехом, ни со счастливым, ни с грустным, ни с богатым, ни с бедным. Джняни не имеет абсолютно ничего общего с этими вещами. Потому что джняни – это не тело, обладающее всеми этими вещами. Джняни – это вселенное, чистое самоосознавание. Таким образом, все эти другие вещи должны иметь дело с человеческими ценностями. Джняни свободен от этих понятий. Даже если о джняни кажется, что джняни подобен человеку и проходят через различные переживания. Но джняни знает, что нет переживаний и что джняни ни через что не проходят. Абсолютно ничего не происходит в мире джняны. События происходят в глазах того, кто смотрит. То, что вы сказали, звучит так, как будто бы в глазах от джняни то, что делает джняни, будет казаться успешным. Это так звучало? Иногда успешно, иногда нет. Но это все относительные термины. Мы озабочены такими вещами, как успех в сравнении с неудачей. Но в мире джняни ничего подобного не происходит. Вот почему мы говорим о страданиях Рамана Махарши от рака, о Рамакришне умершем от рака, о Христе, приквожденном к кресту. Кто наблюдал за этим? Джняни или аджняни? Аджняни! Аджняни наблюдали за всеми этими вещами. Но с джняни вообще ничего не происходит. Ничего никогда не происходило и ничего никогда не произойдет. Это парадокс. Это аджняни кажется, что это происходит. Таким образом, быть джняни не означает быть успешным. Вы не можете сказать, я очень богатый человек, я очень здоровый человек, потому что я джняни. Это все часть относительного мира. Аджняни уже изменился и вышел за пределы относительного мира. Поэтому аджняни не имеет ничего общего с этими терминами. Вот почему вы всегда слышите, что есть только истинное «я». И оно неявное, и оно неявно. Небо и земля пройдут, а слова мои не пройдут. «Если вы так говорите». Слова – это чистое осознавание. Ну, сколько слов были сказаны и ушли. Еще раз, что это было? Все слова, которые говорил Иисус. Я не говорил, что Он сказал это. Он сказал это. Конечно. Так вы говорите, что они пройдут или не пройдут. Это то, что вы говорите нам, что мы ничто, что мы никакой не объект. Так что насчет слов? Слова – это просто символ чистого осознавания для Атмана или истинного «я». Я думаю, что Он говорил о том, что сказано в Библии. Вначале было слово, этим словом было «я есть». Вы таким образом обращаетесь к миру, Фред? К сознанию? Нет, это будет Ом. Даже это должно уйти. Все, все проходит. Все эти вещи являются препятствиями. Все мысли? Все это мысли. Вы знаете, что на самом деле просто. Когда у вас есть вопрос, не задавайте его. Если вы не зададите вопрос, то увидите дурака, который задает вопрос. Если вы позволите дураку уйти, то не будет вопросов. Это действительно просто. Нет никаких проблем, если у вас есть вопросы. Вы можете так сказать, это правда. Тогда вам нечего будет делать. Это верно. Не будет никого, чтобы делать это. А Роберт будет без работы. Отличный шанс, смех. Тогда почему мы здесь? Спросите себя. Кто хочет знать? У нас есть просад. У нас есть папайя. Папайя в меду. Начните с мэри. С Роберта. Смех. Продолжение следует...